Всем привет! Я по-прежнему в Алма-Ате. У меня есть несколько дней, чтобы поснимать этот замечательный город. Чем я и пользуюсь? Сейчас я в самом центре Алма-Аты, на площади, в которой происходило множество событий. И вот здесь есть табличка об одном из них. Вот здесь написано, что 17 декабря 1986 года здесь осталось демократическое воле и изъявление против диктата командно-административной системы. Это были моменты, когда рушился совок. Совок победили. Но события не перестали прекращаться. И сейчас вот здесь мы видим административное здание, которое пострадало в январе этого года во время непонятно чего. Не буду я углубляться в политику. Мой канал не политический. Я стараюсь тему избегать. В общем, здесь будут беспорядки. И здание-то это сожгли. Я нахожусь на площади Республики. Здесь самый центр Алма-Аты. Сердце, можно сказать. И вот здесь вот мы видим высоко вверх. Поднимается стела, посвященная независимости Казахстана. И опять меня удивляет немногочисленность народу, которая здесь находится. В любом другом городе, центр, это сосредоточие жизни, полно народу всегда. А здесь вот и особо людей не видно. Хотя вот финансовый центр здесь же. Не знаю, как это объяснить. Может быть, обеденным временем. Может быть, жарой. Но сейчас народу, ну, крайне немного здесь. В общем, Акимат пока так и стоит. Не восстанавливают его почему-то. Хотя могли бы быстро это сделать. Не знаю, с чем это связано. С политикой или с недостатком средств. Думаю, что точно не от недостатка средств он стоит просто так. И вот еще раз стела независимости. И возле нее впереди на жеребенках маленькие дети, символизирующие, как я понимаю, будущее Казахстана. А вот сзади сидят старцы умудренные, мать и отец, которые пропускают вперед молодежь. Хорошо бы, если бы эта символика действительно работала по-настоящему. Ну, на площади мы видим и советские здания, и те, которые были построены в постсоветскую эпоху. Здесь же вот телебашня видна. Ну, и, к сожалению, портит вид весь это сгоревшее здание мэрии. Площадь симметрична. Здание мэрии является смысловым центром. И по правую и по левую руку ее можно обойти. Ну, я вот сейчас уже прошел, поэтому я обойду ее слева, мэрию, и посмотрю, что там находится за ней. Здесь, видимо, переход или вход в магазин, но почему-то закрыто. Не знаю почему. Может быть, это тоже связано со старыми зимними событиями еще. Здание энергосбыта ремонтируется. Тут тоже видны следы от попадания чего-то. Не знаю, когда это здание пострадало, во время беспорядков или позже. В общем, сейчас ремонтируется фасад. Уголок позднего СССР, так можно назвать этот перекресток. Ну, вот там видно уже современную Алмату. Возле мэрии, конечно же, разбит культурный сад с хвойными и лиственными деревьями. Обычно такие места в городах самые красивые, самые ухоженные. И здесь так и есть, ну, за исключением здания самой мэрии, которая сейчас в плачевном состоянии. Еще немного, чур, реалистично выглядят вот эти штуки. Это, наверное, были когда-то световые панели, мне так кажется. Но сейчас это в ржавом виде в таком. А лучше вообще убрали отсюда. Это не критика, но просто они портят действительно вид. Вот мы видим, что здесь ухаживают за цветами. На заднем плане стройка, не стройка или восстановление, не пойму. Верхние этажи сгорели. И на заднем плане вообще там уже новые современные кварталы. Да, мэрия выглядит печально. И я удивлен, что ее никак не спешат восстановить. Да, вот видно, работы идут, рабочие работают, но как-то очень-очень неторопливо. Ну, а вокруг прекрасный сад. И здесь же где-то есть сад первого президента. Вернее, фонда первого президента. Я, наверное, сделаю про него отдельный репортаж. Ну, Ленина нигде не видно, и то слава Аллаху. По ту сторону мэрии точно такой же фонтан не работает. А здесь работает и брызгает вот сейчас на меня мельчайшими капельками воды. И прохладненько становится. Хоть что здесь всегда такая жара, что стоит в Алмате. Ну, это тыльная сторона мэрии. Когда-нибудь, надеюсь, установят здание. Оно будет по-прежнему красиво. Ну, а я буду этот репортаж заканчивать. Переходить к другому, который посвящен парку первого президента страны. Не переключайтесь. Сейчас закончится видео, и можно будет по ссылкам пройти на другое видео, которое тоже посвящено Алмате или Казахстану, или тому, что вас интересует. А я прощаюсь с вами. Пока-пока. Был Роман Посторонний на связи. Игорь Негода. Пока-пока. Пока. Пока.